Депутатские решения. Бесплатное горячее питание в образовательных организациях в текущем году останется бесплатным. Три дома на 147 квартир в регионе до конца года сдадут в эксплуатацию жилые строения. С главными событиями дня в студии Ирина Цепетова. Достижение цели, определенных указами президента, абсолютный приоритет в работе органов власти. Первый заместитель главы округа Михаил Васильев представил информацию об исполнении поручений и указаний президента России и состоянии исполнительской дисциплины в органах власти региона. За три квартала 2016 года в администрацию региона поступило 24 перечня поручений президента. Они содержат 61 рекомендацию. Также органы власти исполняют 4 указа, включающие 8 указаний. По итогам выполнения рекомендации и указаний направлено 42 доклада губернатора НАУ в адрес главы государства. По состоянию на 1 октября текущего года на исполнении в округе находятся 92 рекомендации. По ним необходимо в определенные сроки докладывать президенту. Из 37 поручений данных субъекта Российской Федерации в рамках майских указов на исполнение находятся 4 поручения. Остальные святы с контролью. В соответствии с порядком организации контроля и исполнения документов о поручении органов власти, на 1 октября поставлено контроль 18 распоряжений постановлений губернатора и администрации, имеющие контрольные сроки. Исполненные и сняты с контроля 8 документов находятся на исполнении 10. Игорь Кошин отметил, что все поручения, обозначенные в майских указах главы государства, это абсолютный приоритет в работе органов власти. Исполнительскую дисциплину указов глава региона оценил на достаточно высоком уровне. При этом Игорь Кошин напомнил руководителям органов власти, что к исполнению документов нельзя подходить исключительно формально. Бесплатное горячее питание в образовательных организациях в текущем году останется бесплатным. Проект такого решения сегодня одобрили депутаты окружного собрания на предсессионном комитете. Всего в повестке значилось 45 вопросов, среди которых много и других социально значимых для жизни региона. Много поправок депутаты окружного собрания рассмотрели в закон округа об образовании. Часть из них вызвана необходимостью приведения в соответствии с федеральным законодательством. Речь идет о детях-сиротах. Им предоставляется право на получение второго бесплатного среднего профессионального образования. Во время обучения для детей-сирот сохраняется полное соцобеспечение, выплачивается социальная стипендия. Вторая причина поправок – рационально эффективное использование средств окружного бюджета. Так, например, компенсация оплаты за детский сад станет адресной. В округе установлены следующие размеры компенсации. На первого ребенка 20% среднего размера родительской платы, на второго 50% и на третьего и последующих детей в размере 70%. Цель обеспечения адресности оказания материальной поддержки данной категории граждан предлагается установить категории. Средний душевой доход, который не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленный в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения. Сегодня средняя плата за присмотр и уход в детских садах округа составляет 1600 рублей в месяц. Если, к примеру, семья с одним ребенком попадет в группу нуждающихся, то из бюджета округа ей возместят 320 рублей в месяц или 20% от полной стоимости. Размер компенсации на третьего ребенка более существенный – 1120 рублей или 70%. Что касается дополнительного образования, то его предполагают сделать платным лишь частично. На плечи родителей ляжет 20% стоимости услуги, львиную долю – 80% – будет оплачивать окружной бюджет. Поправки вступят в силу с 1 января 2017 года. Также одобрены к рассмотрению на сессии поправки в части оплаты труда педагогических работников. Надбавка молодым специалистам в размере 30 и 40% от оклада, а также надбавка за педагогический стаж будут учитываться в стимулирующей части заработной платы. Несмотря на сложное финансовое положение в округе, горячее питание в образовательных учреждениях в этом году решено оставить в прежнем виде. Одобрен депутатами и законопроект в поддержку граждан высокого возраста, разработанный по их инициативе и касающийся взносов за капремонт. Группа депутатов предлагает заменить и освобождение от оплаты таких взносов. Так как это люди высокого возраста, им достаточно сложно иногда сходить лишний раз с этой платежкой. Ну и с другой стороны мы снимаем нагрузку с аппарата, с бухгалтеров. Но эти деньги у нас по кругу ходят, пользы от этого никакой, тем более, что граждане еще и теряют какие-то деньги на оплату услуг. Согласно нынешним правилам, пенсионеры старше 70 и 80 лет платят полную стоимость взносов, а потом их частично или полностью компенсируют округ. 50 тысяч рублей предлагается единовременно выплачивать труженикам тыла и награжденным медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. При этом стаж работы в тылу должен быть не менее шести месяцев, включая период работы на временно оккупированных территориях СССР. Для получения выплаты есть еще ряд условий. Все эти вопросы будут вынесены к рассмотрению на сессию. Она состоится 31 октября. За ходом принятия депутатских решений можно будет следить в режиме реального времени. Телеканал «Север» будет вести прямую трансляцию из зала заседания. Валентина Чебичик, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Поселки Искатели построят объездную дорогу с привлечением средств федерального бюджета. Дорожники на Редмар-Доремстроя приступили к реконструкции магистральной дороги улицы Монтажников, угольная и юбилейная с участком до улицы Губкина. Модернизация позволит снизить нагрузку на дороги населенного пункта. В рамках проекта до конца октября 2018 года будет произведена реконструкция магистральной дороги протяженностью 1337 метров и увеличена протяженность улицы Губкина на 619 метров. Также дорожники построят тротуары, пересечения и примыкания, установят дорожные знаки и новые опоры освещения со светильниками. Кроме того, предусмотрено строительство железобетонного и мостового перехода протяженностью 60 метров, для производства которого планируют задействовать мощности окружного завода ЖБИ. В текущем году специалисты Наринмар-Доримстроя планируют выполнить устройство временных дорог и технологических площадок, начать формирование дорожной одежды. Также они погрузят железобетонные сваи для строительства моста и проведут другие подготовительные работы. Общая стоимость работ в рамках контракта составит почти 259 миллионов рублей. В 2016 году на реконструкцию магистрали планируется направить около 108 миллионов. Из них большая часть из этой суммы, 106 миллионов, будет перечислена из федерального бюджета. До конца года в Ненинском округе достроят три дома на 147 квартир. О готовности к вводу в эксплуатацию строящегося в Ненинском округе жилья на расширенной планерке при губернаторе округа доложил вице-губернатор, руководитель профильного департамента Алексей Еремеев. До конца текущего года в Ненинском округе планируется к сдаче три новостройки. Первым в списке домом, которые введут в эксплуатацию этой осенью, станет четырехквартирный дом в поселке Шойно. Объект практически готов. В настоящее время завершается благоустройство придомовой территории. Параллельно ведется подготовка технической документации. На стадии высокой готовности многоквартирный жилой дом маневренного фонда в городе Наринмаре по улице Макарабаева. На сегодняшний день на объекте завершаются работы по благоустройству придомовой территории и работы по вентиляционным системам. Дом на 23 квартиры построен менее чем за год. Контракт с компанией-подрядчиком был заключен в феврале текущего года. Кроме того, в конце 2016 года планируется введение в эксплуатацию шестисекционного дома по улице Авиаторов, начало строительства которого было положено в конце 2014 года. Жилой дом на 120 квартир предусмотрен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Мясопродукты расширят ассортимент социального набора товаров. Об этом сообщила директор предприятия Тамара Критская. По ее словам, с 1 ноября в ассортимент товаров, отпускаемых фирменными магазинами общества по социальным картам «Высокий возраст», расширится с учетом пожелания окружных пенсионеров. Всего с начала действия программы «Социальные карты «Высокий возраст» получили 1120 человек. Льготникам доступны две скидки – 20% на сопутствующие товары и 5% на продукцию мясопродуктов собственного производства. Объем продуктового набора рассчитан на месяц. Получить социальную карту может любой пенсионер, проживающий на территории Неницкого округа и достигший 65-летнего возраста. Для этого необходимо обратиться в основной офис общества по улице Юбилейной и иметь при себе паспорт. Браконьерить стали меньше. Почти вдвое сократить незаконный вылов рыбы на территории Неницкого округа удалось благодаря четкой работе сотрудников Центра природопользования и их взаимодействия с полицией округа, сотрудниками погранслужбы, а также Федеральной службы безопасности и прокуратуры округа. Сотрудниками Центра природопользования и охраны окружающей среды согласно государственному заданию на 2016 год и плана работы проведено 103 рейдовых мероприятия по охране водных биоресурсов, а также инспектированию особо охраняемых природных территорий на предмет выявления и предупреждения правонарушений. В этом году очень сложная работа была именно не с нашими жителями Неницкого автономного округа, а именно с приезжими, то есть приезжими с людьми, которые приезжали из республики Коми, особенность республики Коми, это значит по всей территории Неницкого округа, начиная от Канина-Тимана и заканчивая востоком нашей Печерской губы. Еще раз повторю, очень тяжело. Используется техника, используются вертолеты, вертолеты летают с республики Коми как хотят. Правила игры все более ужесточаются и ужесточаются. То есть у нас техника, у них техника, у них связь, у нас связь. То есть практически ни в чем не уступают ребята, которые незаконно ловят. По результатам проведенных мероприятий к административной ответственности за нарушение правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна привлечено 46 граждан. Выявлено 16 фактов, содержащих признаки уголовного деяния. Всего у бараконьеров было изъято 363 орудия лова и более 700 экземпляров водно-биологических ресурсов. На острове Вайгач будет расположена природоохранная зона. Там планируют создать национальный парк, который позволит сохранить редкие виды животных и историко-культурные объекты. Какие еще перспективы ожидают остров и его жители, нам рассказали разработчики проекта. Остров Вайгач – один из уникальных уголков мира, удаленных от воздействия цивилизации. На побережье острова вьют гнезда гаги, гагары, устраивают лежбище, моржи и охотятся белые медведи. Из 80 видов птиц 11 занесены в Красную книгу. Под охраной государства и редкие лишайники и водоросли – несколько видов животных. Помимо биологического разнообразия, Вайгач ценен культурным наследием. Многим известно, что на острове располагается древнее святилище ненцев. Глава всех божеств Семилики Высоко стоит в окружении 400 небольших деревянных и каменных идолов. Поклоняться духом сюда приезжали ненцы со всех тундр, даже из-за Урала. Знакомство с флорой и фауной, а также укладом жизни ненцев может стать хорошим началом для развития туризма на Вайгаче. По опыту других подобных национальных парков мы знаем, что существует Русская Арктика с 2009 года, которая также включает ряд арктических островов. Предположим, там рост числа туристов, которые посещают острова, очень существенен. То есть, в 2015 году более тысячи человек посетило острова, входящие в Русскую Арктику. И я думаю, что к Вайгачу интерес будет не меньше. Но прежде чем везти на остров туристов, необходимо подготовить инфраструктуру. Гостиницы, точки питания, транспортные маршруты станут стимулом к развитию территории. В этом, по сути, и есть главная задача создания национального парка. Этот статус даёт возможность, с одной стороны, развивать территорию, с другой – сохранять историко-культурные и природные богатства. Для единственного населённого пункта на острове – посёлка Варнак, где нет никакого производства, кроме традиционных промыслов, национальный парк может стать отправной точкой развития. Так, из 50 постоянно проживающих жителей, около 20 не имеют постоянной работы. Сегодня они занимаются охотой, рыбалкой и оленеводством, что, кстати, на территории парка не запрещено. Все традиционные виды природопользования, которые действуют на этой территории, они просто упорядочиваются и, более того, приводятся в соответствии с современным этапом вот этого вида природопользования, который существует. Местные жители, рассматривая проект того или иного национального парка в любом субъекте, они фактически участвуют в написании положения развития своей собственной территории. Ведь тот устав национального парка любого, который принимается за основу его функционирования, утверждается на уровне Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, он подготавливается с учётом замечаний и самым активным непосредственным участием местных жителей. Сегодня с местными жителями ведётся разъяснительная работа. Кроме новых рабочих мест, это принесёт ощутимый результат в борьбе с браконьерством. Не секрет, что на остров ежегодно приезжают охотники за белыми шкурами, которые доставляют немало хлопот островитянам. Работу я провёл фактически, но мы ещё полетим туда, слетаем туда. Я же договорился, телефон на некоторой роде. В декабре где-то слетаем туда, переговорим ещё раз, собрание проведём, чтобы успокоить зрителей. Но часть населения получит работу, да. Чем сидеть просто, да, вот на пенсию родителей, или там, ходил, поймал, там, курпатку, мерку там поймал, или рыбу поймал. Ты лучше пенсионный старше зарабатывать тоже надо, правильно? Сегодня в России около 150 особо охраняемых территорий. Одни из недавно созданных – Онежское поморье, Русская Арктика, Национальный парк, Кенозерский. Если о последствиях создания первых территорий говорить ещё рано, последний уже принёс ощутимый результат жителям Кенозерия. В деревнях открылась молочная ферма, лавки продаж грибов, ягод, сувениров. Туристы с удовольствием пробуют местные шанги по старинным рецептам, плетут коробы из березцы под присмотром мастеров народных промыслов и совершают прогулки по многочисленным экологическим тропам. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север. За социальное волонтёрство и помощь детям. В Санкт-Петербурге определили победителей всероссийского конкурса «Доброволец России-2016», среди них и наша землячка. Анастасия Боярская из Нинецкого округа стала победителем конкурса «Доброволец России-2016» в номинации «Социальное волонтёрство. Помощь детям». Высокую награду в сфере добровольчества девушка получила по итогам финального конкурса, который прошёл накануне в Санкт-Петербурге. В очном этапе конкурса в Северной столице за победу боролись лидеры, руководители и активисты добровольческих, волонтёрских, некоммерческих организаций. По словам руководителя творческой студии «Чудо-ручки» Анастасии Боярской, её проект «Талант в каждом» прошёл все этапы конкурса и стал одним из лучших среди полутора тысяч работ волонтёров из разных уголков России. Из этой полторы тысячи 54 вышли в финал. То есть было 18 номинаций по три человека в каждой номинации. У меня было два конкурента. Моя реакция была искренне удивление и торжество, что наконец-то я привезу судьёду. Что наконец-то наш округ, он засветится на телевизорском конкурсе в молодёжной сфере. Всего за 90 секунд выступления перед экспертами девушке удалось не только рассказать о своей волонтёрской деятельности и проекте «Талант в каждом», но и заработать высокие баллы. Проект «Победитель» направлен на развитие декоративно-прикладного творчества среди детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также малообеспеченных и многодетных семей. Кроме награды за развитие добровольчества, Анастасия Боярская получила рекомендации на участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи. Напомню, в 2015 году победителем регионального этапа конкурса в НАО стала также участница творческой студии «Чудо-ручки» Екатерина Тарасова. На федеральном этапе она стала лауреатом в номинации «Лучший проект в сфере культурного волонтёрства». В праздничные ноябрьские дни жители округа смогут стать участниками ежегодной российской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В 2016 году мероприятие, охватывающее все регионы страны, проходит под девизом «Время создавать» и посвящено Году российского кино и Дню народного единства. Цель масштабного события – максимально сократить дистанцию между искусством и зрителем. Старт акции в Ненинском округе будет дан 3 ноября в посёлке Искателей. В 18.00 в библиотеке посёлка откроется выставка «У истоков кинематографа». Будут организованы творческие мастер-классы, театральные постановки, показы документальных фильмов из серии «Кинолета Песна». В это же время гости Искательского дома детского творчества и детской школы искусств увидят кукольный спектакль, смогут прослушать мелодии из любимых кинофильмов в исполнении юных музыкантов, станут участниками творческого вечера окружной поэтессы, попробуют свои силы в мастер-классах. 4 ноября эстафету искусств подхватит Дворец культуры Арктика, где с 18.00 до 22.00 часов в выставочном и малом залах пройдёт серия мероприятий для жителей окружной столицы всех возрастов. На этом у меня всё. Далее прогноз погоды.